Ребята, всем привет! Это Зомби Вегас, и мы снова в игре The Arbyions. И сегодня у нас новогодняя тематика. Снег, третья карта, снежная карта. Благодаря тому, что мы прошли вторую, мы получили к ним доступ, и поэтому мы врываемся и изучаем ее по полной. Так, давайте сразу же отправляем разведчиков, чтобы рассказать, что к чему вправо-влево по сторонам. Скажу так, первый раз играю эту карту, но мне она уже нравится. Во-первых, снежная земля, это очень даже круто сделано. Ну, так реально графика приятная. А во-вторых, я уже вижу кучу зомби, и вижу, что есть несколько адекватных проходов. То есть, по крайней мере, я понимаю, что мы не будем в открытом месте бороться, и нам будет чем заняться. Плюс, я вижу, здесь какие-то разломы появились. Раньше таких практически не было. Так, мы понимаем, что здесь у нас, на самом деле, можно строиться в эту сторону. Здесь поставим банк где-то вот здесь вот, а здесь можно все строить домиками. Просто максимально застроить домиками. Поэтому пока мы их ставим, чтобы добывать золото. Кто на моих обзорах впервые, то добро пожаловать. Я стараюсь по ходу игры объяснять какие-то основы, которые могут быть непонятны игрокам, которые только начинают играть. Поэтому я думаю, что видео моим будет полезно. И я надеюсь, что вам будет много чего интересного и полезного в каждом из этих видео. Так, смотрим, где моя лучница. А, ну, все, да, позже. Еще одна где-то. Где еще одна? Эй, где же ты? А, вон она. Я понял. Не заметил сначала. Видите, у нас с одной стороны камень. Вернее, скалы. Поэтому мы можем с ту сторону пока не переживать. У нас там все будет в порядке. Также у нас есть место, чтобы построить лесопилку. Что позволяет нам очень даже много добывать ресурсов с самого начала игры. Так, ну, здесь лучницу отведем. Так, сразу скажу, что лучники это очень сильные юниты, потому что они бегают крайне быстро и позволяют нам... Сейчас, давайте я как-то построю грамотно. Вот так вот, наверное. И позволяют нам убегать от зомби и при этом их отстреливать по дороге обратно. Действительно, ну, позволяют их отстреливать. Поэтому, как бы, их строить крайне грамотно, нужно, полезно и в больших количествах. Что-то такое страшное. Сори. Короче, лучники – наша основа на очень длительный период. Также у нас есть такие вот домики охотника, которые нужно ставить во всех точках, желательно, возле леса. Потому что там они дают очень много ресурсов. Очень много ресурсов. А именно еды. Еда нам нужна, как и энергия для того, чтобы строить строение и строить юнитов. Это два ресурса, которые будут постоянно кончаться. Вы будете постоянно их добывать снова, ну, все больше и больше. Вам нужно будет все больше строить строение для этого, поскольку иначе у вас экономика ваша будет в очень плохом состоянии. Поэтому сейчас наша цель – вот видите, мы строим эти домики охотника. Мы их построим, у нас добавится еды, энергии пока хватает. И мы сможем строить дальше дома, например, такие, которые повысят на доход по золоту и позволят нам очень быстро развиваться. Такие дома приносят хороший доход. Вот, поначалу они приносят всего лишь 8. Улучшенная версия приносит порядка 15, если не ошибаюсь. А последняя версия приносит 40. А если эти домики находятся еще и в радиусе банка, который увеличивает доход от этих строений, то они приносят еще больше денег. И, соответственно, это становится еще более профитным. Давайте сейчас сразу же фишерменов мы не поставим нигде. Воды нет. Так, вот нам предлагают сразу же бесплатно или резерв по Айрону увеличить или Кьюэри. Давайте Кьюэри возьмем бесплатно и сразу же его в порядке бонуса построим. 3, 4, 4. Видите, как, как... А, хотя вот здесь вот 5 обещают, да? Давайте посмотрим. Если тут 5, то это круто. Тут, получается, в зависимости от того, как ты ставишь строение по добыче ресурсов возле самого ресурса, ты можешь получать больше или меньше. Например, как вы вот видели, когда я здесь ставил лесопилку в разных локациях, получаешь разное количество дерева и, соответственно, в некоторых локациях явно более резонно ее ставить, эту постройку. Давайте вот здесь поставим вот таким образом. Попробуем построить добычу камня вот там вот. Если 5 даст сразу же, то это очень хорошо, потому что 5 камня, такие точки бывают не так уж часто. А то, что она будет у нас прям под базой, это просто замечательно. Так, у нас уже много ресурсов. Давайте посмотрим, что у нас тут по важным строениям. Вот, не хватает дерева и энергии для того, чтобы построить переход в следующую эпоху. Wood Warship. Это строение позволяет нам перейти в следующую эпоху. Я называю это эпохой, на самом деле, такого понятия в этой игре нет. Идея в том, что мы, построив это строение, можем изучать новые технологии. Новые технологии, понятное дело, это развитие вперед, и это позволяет нам... Так, сейчас, секундочку. Давайте вот так вот. Давайте, наверное, поменяемся. Вот сюда пойдет. Новое строение строить, соответственно, усилять свою базу. И без улучшения базы по этим эпохам мы, на самом деле, недалеко зайдем. То есть, мы очень быстро достигнем нашего предела. Так, видите, вот, например, здесь 12, здесь 11, здесь 12, здесь... Ну, то есть, больше не получает никак. То есть, мы ставим две точки по добыче дерева по 12, и таким образом мы уже делаем достаточно серьезное добыча дерева. На самом деле, можно поставить даже больше. Даже в теории можно поставить... А, ну, сейчас пока не поставлю 3. Хорошо. Мы добываем дерево, и мы сможем очень скоро построить себе... Построить себе здание в следующую эпоху, чтобы перейти. Так, мы здесь построили строение, давайте пробовать к Юре поставить. Вот, 5. 5 камня добываться будет. То есть, это то, о чем я говорил. Мы построили очень выгодное строение, очень грамотно поставили его. И поэтому мы теперь можем добывать камень сразу же по пятерочке. Это очень, очень круто. Ну, очень круто. Вот честно говорю. Сейчас наша цель вот этими разведчиками всеми потихонечку разведать, где зомби ближе, где зомби опаснее. Где можно застроиться максимально по маленькому радиусу. Потому что в некоторых местах, если строиться, то получится, что нам нужно закрыть сразу же там огромное количество клирочек. А учитывая, что в этой игре карта обычно обороняется в несколько этапов. То есть, ну, если мы поставим оборону в одну стену и все, то зомби нас рано или поздно пробьют и мы проиграем. Поэтому имеет весь смысл, имеется резон. Так, давайте смотреть. У нас не хватает еды. Нужно еще охотников ставить где-нибудь, где получается. Это близко. Давайте здесь поставим. Здесь 10, 10, 10, 9. Даже 11 дают. Вот тут 11 давайте поставим. И здесь вот где-нибудь. Давай, давай. 8. Ну, не идеально, но как бы неплохо. Давайте здесь лучницу поставим, чтобы она контролировала процесс. Так, и сразу же, учитывая, что здесь у нас место, это немножко вызывает некоторые переживания. Давайте здесь там стену поставим. И, соответственно, она сможет... Она сможет все оборонять сама. Так, тут все ок, тут все ок, еды не хватает, ничего страшного. Сейчас сразу же переходим в следующую эпоху, быстренько, чтобы можно было не отвлекаться. Точнее, чтобы можно было денег использовать по максимуму. Потому что сейчас у нас, видите, мы уже крайне быстро все это делаем. И давайте сначала здесь поставим, хотя здесь будет ли линей обороны. Там будут домики. Вот здесь я поставил. И здесь будут домики. Давайте поставим где-то вот тут. Да, это место мне устраивает. И, в общем, подходим к нашему лимиту. И поэтому сейчас будет очень резонно. Так, давайте подходить потихоньку. Так, на самом деле нам нужно строить военное строение, чтобы можно было увеличить количество лучниц, которые будут добывать нам ресурсы. Для домиков не хватает чего. Непонятно чего. А, почему не дают строить? Тут загадочная система бывает. Она как-то вроде бы... Домик входит по всем критериям, но она считает, что здесь не надо. Здесь нельзя и все такое. Поэтому, ну, как бы, система такая, и против нее не пойдешь. Так, здесь давайте расширяться. Здесь мы, как видим, лучница жива, хорошо. Здесь не хватает работников, работники СПС. Домики вот эти вот приносят работников. У них живут люди. Соответственно, приносят популяцию, которая позволяет нам... Так, давайте здесь вот так вот сделаем. Позволяет нам строить строение и строить юнитов. То есть это тоже важный ресурс. Тут несколько необычная система. То есть тут нет такого, что, например, ферма. Нужно отправить работников, чтобы они добывали. И она там кончается. Нет, на самом деле ничего не кончается. Все ресурсы бесконечны. И тут все зависит от того, насколько грамотно ты строишь свою базу. Насколько грамотно ты сможешь обустроить все, чтобы, скажем, недостаток одного ресурса комментировался очень большим количеством другого. У нас вот на самом деле сейчас очень хорошая добыча камня идет. Я бы, наверное, построил еще одну добычу. Вот здесь вот три. 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 Ну, три, конечно, немного, но... Три... Вот здесь четыре хочет, на самом деле. В чем дело? А-а-а. То есть, ну, здесь оно не достается. Получается, он говорит, что слишком близко. Другие строения. Поэтому строим здесь. Так. Лучница. Ой-ой-ой, лучница. Лучница. Не надо так делать. Не оставляй меня переживать. Давайте сместим ее туда. Вот этого вот. И вот боец наш. Главный. Вот он. Этого сюда. Эту сместим. Вот на эту точку, которая такая авторичная. Так, хорошо. На самом деле строим пока базовую фортификацию. Она будет выглядеть следующим образом. Здесь поставим такую достаточно открытую стеночку. На самом деле у меня есть некоторая жадность. Сейчас не хочется очень сильно. Я отвлекся. Не заметил, что это сильные зомби. Теряли лучницу. На самом деле, такое допускать нельзя поначалу. Но бывает. Всякое бывает. Не хватает еды. Для еды строим охотников. К сожалению, на этой карте нет воды. Обычно вода дает очень много ресурсов. За счет того, что на воде можно строить домики рыбака. Здесь такого нельзя. Поэтому, увы, исходим из того, что есть. И строимся исходя из того, что есть. Так, давайте застроим здесь стеночку. На самом деле я хочу еще вот одну построить здесь. Вот так вот. У него что, будет жадная оборона, но я просто на самом деле очень хочу застроить побольше территорий со старта. Дерева пока не хватает, чтобы делать все, что я сдумал. Ну, ничего страшного. Так, тут лучницы должны продвигаться потихоньку. Видите, у каждой лучницы есть опыт. Они когда прокачивают, становятся сильнее. Причем, ну, в части лучницы это существенно сильнее. То есть, это очень даже круто. Так, здесь они никакую не хотят строиться прям домик к домику. Поэтому строим их следующим образом. У нас кончается энергия. То есть, следим постоянно за этими ресурсами. Если мы поддерживаем постоянно, чтобы все было не на нуле, хотя бы там десяточка, грубо говоря, то у нас будет гарантированно все строится быстренько, живенько и все такое. Так, давайте пока оставим пару заборов. На самом деле на стартовых этапах зомби нападают крайне слабенько. И поэтому мы можем позволить себе ставить ворота. Хотя на следующих этапах игры обычно ворота не очень хорошая вещь, потому что они достаточно хилые. и сразу же закрывают три клетки. То есть, соответственно, если вы построили ворота, то уже открыли свой... Открыли себе проход на базу очень широкий. Видите, здесь сейчас зомби будет бить уже строение, поэтому на самом деле можно поставить... Давай! Не достаёт. Ладно, ученицу отправим. Ученица там будет стоять. А вот это как раз отправим сюда вот. Он здесь лучше справится. Это ученица-ветеран. Мы сейчас ей выбьем этого юнита. И продолжим оборону. На самом деле она может здесь прям патрулировать. Она уже достаточно сильная. Так, здесь хорошо продвигаемся дальше потихоньку. Видите, вот там бывают зомби, которые бегают. Вот эти зомби как раз они очень опасны. Так, у нас уже хватает ресурсов для постройки. Так, давайте сейчас секундочку. Давайте вот здесь поставим энергию. Вот здесь поставим энергию. Пока хватит. У нас хватает ресурсов для постройки бараков. Бараки построим. Сразу же сделаем себе лученицу штук 10-20, которые будут бегать по карте и потихонечку... Потихонечку, потихонечку... Расширять наши территории. Потому что территории не хватает. Воршоп построили. Это строение позволяет учить технологии. Сразу же из самого важного это фермы. Это коттеджи. Одно отвечает за... Вселение домиков, которые будут привезти на больше денег. Второе отвечает за... Еду. То есть будем строить вот на зеленых участках территории еду. А еда нам даст возможность быстрее развиваться, быстрее строиться и так далее. Как видите, здесь зимняя тематика. А здесь куда меньше земли, чем на зеленой карте. Поэтому нужно исходить из этого. И уже как бы адаптироваться. Сейчас здесь пока расширяемся. Потихонечку. Здесь все ок, здесь все ок. Не знаю, что здесь бы я еще построил ворота. Так вот. И здесь. Здесь пока... То есть минимальные затраты. Чисто строимся, чтобы наша база не разваливалась. Чтобы к нашим строениям не было прямого подхода для зомби. А когда мы все это сделаем, то, соответственно, у нас все будет отлично проходить. Так, здесь готовим заготовочку. Получается, здесь поставим банк. Это вот в этой точке. И вот эти все домики будут давать куда больше дохода, чем дают сейчас. Где они там атакуют? Уже не атакуют. Показывает, что здесь атакуют. А! Вот оно что. Там еще... Я понял. Бывает такое. Вот, видите? В чем плюс, то, что они постоянно нападают понемножку. Мы, по крайней мере, можем понять, где у нас ловать. Потому что если бы пошла здесь арта, то они просто зашли бы к ним не на базу. И унесли с собой все, что смогли. Так. А, мы изучили сначала фермы. Фермы включили. Значит, можем позволить себе построить... Так, где они там? Вот, фермы. Коттеджи. Коттеджи ставим в зеленых зонах. Там они приносят больше всего еды. Вот 34, например, это круто. Для такой карты это более чем хорошо. Сейчас давайте, наверное... На самом деле, я думаю, пожадничать, пока у нас доход... Хорош. Ну, точнее, пока у нас есть необходимость острая. Построим еще одну лесопилку. А потом просто ее сломаем, скорее всего, или отключим. И таким образом у нас будет... У нас будет хороший доход по дереву на то время, пока он очень используется. Сейчас очень важно построить еще одно строение. Называется Маркет. Маркет нам позволит... Ой-ой-ой, тут тоже, по-моему, карта закрытая. Ой-ой, пока все очень красиво выглядит. Мне очень нравится. Так вот. К чему я? Я к тому, что Маркет позволяет продавать ресурсы, которых слишком много. Например, вот камень и дерево уже сейчас уходят вообще никуда. А если мы это изучим, то все эти ресурсы... Так, я вижу, тут же проблема, потому что я расслабил булки, как говорится. Бываем этого зомби. Все, убили. Да, все, все окей. Ну, это последствия того, что я не успел застроиться еще здесь. Такое бывает поначалу, но это мы сейчас справим очень быстро. У нас обе вычинства уже ветераны, поэтому, как видите, дерутся очень даже хорошо. Так, у нас не хватает немножко работников для постройки барака, поэтому сейчас улучшаем домики, появляются работники, и мы сможем их построить и уже сразу заняться более актуальными вопросами. Здесь строим базовую линию обороны. Я желательно не делать широкой, потому что у нас хватит так проблем, куда тратить ресурсы. Ой, это... А, это горы. Стойте, так может быть сейчас кажется, что здесь вообще закрытая территория. В таком случае получится, что у нас тут очень много хорошей земли. Сейчас увидим. Литвид у нас кончается, и да. То есть постоянно нужно следить за ресурсами всеми. Здесь у нас вот маркет, о котором я говорил. Если сейчас окажется, что здесь нет прохода, это вообще потрясающе. Потому что таким образом у нас к самому центру нашей базы получится всего лишь два подхода. Хотя они и широкие достаточно, но тем не менее, сами понимаете, это очень круто. Домики улучшаем постоянно. Постоянно улучшаем. Тут получается, улучшение домиков стоит золото. Но это же золото использует... Ну, это же золото получается с самих этих домиков. Поэтому это процесс бесконечный, неизбежный и очень важный. Так, давайте здесь еще построим вот... Хотя, на самом деле, сейчас не столь важно. Сейчас важнее проверить вот в сторону. Девушки-ветераны вообще на ура сражаются. У нас уже все ветераны лучники. Так, давайте вот военную базу построим где-то вот, например... Где-то в каком-то месте, таком не очень популярном. Например, вот здесь вот. Так, видите, здесь есть проход. То есть все не так идеально, по идее, как я говорил, но... Но, может быть, все не... И все равно все хорошо. На самом деле, вот такой проход узкий. Он позволяет... Здесь, правда, немножко широковато. Его достаточно приятно оборонять обычно. Нужно разбираться, что здесь вообще такое. Я такой... Такой планировки, честно говоря, еще не видел. Какие-то два маленьких прохода. Даже не знаю, куда они ведут. Ой, это что, строение зомби? Да, это строение зомби. То есть тут у нас вот в эту маленькую, маленькую, массипусенькую ячеечку будет лезть гордацевая зомби, скорее всего. Поэтому нужно позаботиться... Так, где они там пробиваются? Вот, прорвался один боец. Видите, в чем плюс стены? Стена позволяет вот исключить вот нападение таких вот бойцов, скрытых. Так, хорошо. Ну, раз такое дело, то мы сейчас настраиваем все это дело. Так, у нас есть уже предостроение. Хорошо. Потихонечку нужно улучшать издание. Сейчас давайте для начала построим маркет. Для маркета нам нужны работники, для работников нужна еда. Вот эту схему, что нам необходимо, нужно постоянно прорабатывать, проверять. С опытом вы сможете это делать автоматически, но поначалу лучше проверять постоянно. Ну, на самом деле, почти на любом этапе игры лучше проверять, потому что... Потому что... Так, сейчас, секунь, секунь, секунь. Да, лучше все равно постоянно так посматривать, потому что не хватает ресурсов регулярно, и лучше, чтобы поддерживать какой-то уровень. Что-то я перестарался прям. Такая оборона. Хотя это центр карты тут не помешает. Так, тестируем стену вот таким образом. То есть, учница не вышла, значит, здесь прийти нельзя. А, это уже бонусная наша учница, да? Да, это уже наш новый отряд строится. Так, супер. На самом деле, супер. Мне бы хотелось бы еще вот... Вот так вот сделать. Да, и здесь вот так вот. То есть, мы сейчас еще захватим все территории. Берем здесь... Выдвигаемся маленьким отрядом в атаку. Будем разведывать. Соответственно, туда отправляем других учниц. Нужно просто проверить, возможно, там дальше еще есть что-то интересное. Дальше здесь улучшаем все эти домики. Не хватает только дерева, ведь энергия кончается. То есть, в первую очередь, строим энергию. Энергию можно... Она ни к чему не привязана абсолютно. Ее можно строить абсолютно в любых локациях карты. И она будет при этом, ну, эффективна. То есть, она не добывает никаких ресурсов. То есть, у нас нет привязки к тому, что нужно ее строить возле каких-то добывалок. Просто ее ставим в любом месте и радуемся, потому что... Ресурсы нам поступают. Так, здесь продвигаемся, смотрим, что дальше. В идеале, за первые дни 20-30 уже расширится хоть немножко базой. Ну, даже не немножко, на самом деле. Чем больше, тем лучше. И тогда у вас вся игра будет проходить более динамично. Так, давайте смотреть, что здесь я хотел. Здесь я хотел... Здесь пока не будем расстраиваться. Здесь пока просто забетонируем все это дело. Вот следующий, вот таким образом. Так, здесь давайте. Клучинс справляется хорошо. Технологии. Спайк, фокал, строить не будем. Это рано. Баллиста рано. Сейчас наша цель – лучше домики, потому что у нас сейчас ресурсы у них... Ну, точнее, денег, потребление солидное. И нам нужны деньги, в любом случае. Это более важно, чем все остальное. Здесь ставим лучницу, видя... Ой-ой-ой, вот видите, они... А, нет, это был зомби. Просто здесь уникальная игра. Такого еще не видел. Здесь лучники могут убить сами себя. Именно вот она стоит, стреляет сама в себя, с лука. Такого на самом деле в играх еще не встречал. Это очень забавно. Так, улучшаем, улучшаем, максимально улучшаем. Видите, еда на исходе постоянно. Сейчас где-то еще надо поставить. Просто, видите, здесь очень мало зелени. Снег, соответственно, карта не зеленая. Соответственно, ну, это, наверное, главная сложность этой карты. Потому что здесь куда проблематичнее еду забывать. Так, давайте здесь построим вот таким образом ворот. Так, считай, что я перестарался немножко. Ну, ладно. Эй, случится. Не надо. Все вылезло. Хорошо. У нас уже есть запас денег, чтобы построить еще лучницу. Мы этим и займемся. Все у нас пока строится ферма. Роман. Она не строится. Пока не строится. Хорошо. Так, все, здесь мы закрылись. Можно здесь одну лучницу поставить на оборону этой территории. Как-то где-то зомби-таки прошел. Я даже знаю, где он прошел. Это вот. Да. Судя по всему, там тоже есть проход маленький. Неполго, это вскрылось именно сейчас. Именно поэтому пригодилась мне эта стена. Да, здесь проход на одну клетку. Вот, ребята, вот это тот пример той ситуации, когда ты можешь неприятно ошибиться из-за мелочи. Это, конечно, немножко усложняет нашу ситуацию. Потому что нужно оборонять больше позиций. Но, с другой стороны, все не так страшно. Пока строим ферму. Здесь мне нравится точка. Хорошая тоже. 28, 28. Ой, это я маленькую, юную лучницу отправил из-за этого, она умерла. Ладно, не беда. Я немножко вначале, конечно, расслабился. На самом деле, в прошлом все партии я лучников не терял. И все было куда более гладко. Ну, это на самом деле не так страшно. Просто, так, кстати, у нас мы получили доступ к еще домикам. Давайте построим охотников. В частности, вот где-то, где-то вот 11 хорошо, но, к сожалению, наверное, а не, можно. Отлично. Построили двух охотников здесь. Где-то здесь еще пытаются прорваться к нам в зомби. Так, не хватает еды. Еда у нас строится в двух позициях. Супер. Теперь, значит, улучшаем домики. Несно, что мешает мне остаток дерева. О! Вот. Мы выбираем майора, раз... Когда мы набираем определенное количество жителей, нам дают выбрать майора. Майор дает определенные бонусы. Бывают это бонусы, связанные с ресурсами. Бывают такие настроения, которых мы можем поставить на карте. Бывают это юниты, если не ошибаюсь. Юниты, правда, мне еще не давали, но... На самом деле, такое тоже возможно. Так, здесь... Продолжается какая-то беда, я смотрю. Так, давайте здесь застроим стеной. Убей же его. Убей! Что здесь произошло? Это они сломали уже, что ли? Да, там, видимо. Так, ладно. Хорошо. Ты стой вот здесь. Дело в том, что с тех сторон, где есть домики зомби, там атака зомби просто бесконечно происходит. И пусть патрулируют здесь, ищут себе врагов. Так, здесь, здесь, здесь. Все хорошо. Хорошо, хорошо. Так, давайте. Долушаем домики, которые еще не улучшены. И, собственно, наше войско уже готово воевать. Еще хочу немножко поручить построить. Эти пусть обороняются здесь по фронтам. Нам пока ресурсов хватает. Сейчас, на следующий этап, мы должны построить маркет. После маркета уже можно... ...заниматься переходом в следующую эпоху, или строить еще домика побольше. В самом деле, кстати, можно и сейчас с ним заняться тоже. Так. Получается, маркет и дом, и рынок, точнее, маркет и банк выгодно строить после домов, потому что, во-первых, банк увеличивает доходы, а маркет понижает расходы ресурсов, точнее, расходы по еде, которые требуются для этих строений. Здесь оборонная пошла, здесь оборонная пошла. Все, мы расширяемся через буквально одну минутку. Для начала давайте здесь построим вот такое строение. Давайте как-то нужно, чтобы банк вместился. Вот здесь банк вместится. Давайте вот так поставим. Вот так вот. Так, у нас, видите, у нас на это состояние ушло очень много ресурсов, поэтому у нас... Все, вот лучница расстраивается, можем выдвигаться потихоньку. Они очень дешевые, их выгодно строить, но переусердствовать тоже не стоит, потому что... Потому что ресурсы, они имеют свойство заканчиваться. В таких ситуациях очень неприятно, может быть. Вот у нас первое нападение зомби. Они идут с севера, то есть отсюда пойдут. У нас уже стоит линия обороны, поэтому у нас проблем не должно быть с этим. Так, у нас, как видите, еды уже... Добывать-то толком негде. Так, ну, промышленное количество, по крайней мере. Следовательно, придется уже импровизировать скоро. А вместо... Чтобы не импровизировать, мы просто будем расширяться. Потому что по-другому это грамотно решить не получится. Так, мы здесь построили... Вот видите, у нас еда появилась бонусная. Благодаря тому, что эти домики меньше потребляют. 6. Здесь вот 8. То есть выиграли 2 еды с каждого строения. Так, на самом деле, меня немножко беспокоит, что они могут пойти теоретически сюда. Учитывая, что они выгрузились отсюда. Чтобы не рисковать. Так, все хорошо. Пока защищаемся, можно построить немножко юнитов, скоро будет. У нас всего хватает. На самом деле, у нас доход по золоту маловат. Нужно продолжать строительство. Они-то не сюда идут. Кстати, если не сюда пойдут, значит, означает, что здесь, скорее всего, есть какая-то река или лес большой. Потому что они левее уходят. Мне кажется. Надо бы проверить. Нет, я ошибаюсь. Все-таки эта стена будет оборонной и главной. Так, ученицы уже принимают удар. Пока надо еще строить домики побольше. К тому, весело, когда потом оказывается, что где-то вот здесь вот оказалась маленькая исследовательская, через которую можно пройти. Самые страшные моменты в этой игре. И заканчиваются обычно плохо. Ну, это не тот случай. Не тот, а по игре, когда это может закончиться плохо. На самом деле, сейчас еще все вполне в порядке. Еда, еда, еда. Где же добывать? Едет, а с той стороны, с которой зомби вводятся, то с той стороны вообще нападение просто бесконечное. Так, здесь 22. Хотя, конечно, не очень хорошо. Так, хорошо. Берем наши войска и выдвигаемся в нападении на зомби. Параллельно подстроим еще немножко войска. Эту лучницу отправим портролировать по кому-то интересному маршруту. Например, вот давайте отсюда, давай сюда. Конечно, не лучшая идея. То есть просто поставим безболисту, и она будет защищать эту стену надежно и уверенно. Так. Здесь бойцы двигаются. На самом деле, я сейчас хочу обойти свою базу по кругу, чтобы понять, чего и где ожидать. Так, у нас появились ресурсы, строим еще домики. Домика нужно много. И, в принципе, всю игру вы будете их строить. Здесь вообще очень амбильно нападают. Так, лучницы, лучницы, не расслабляемся. И, да, уже на исходе. Просто строиться там не хочется. Нужно вот здесь, наверное, захватывать территорию сразу же. Ты сюда смещайся. Войска строятся. На самом деле, у нас уже хватает золота для перехода в следующую эпоху, третью каменную. В каменной эпохе появляются интересные строения, которые нам будут очень полезны. Поэтому это очень хорошо. Так, у нас уже есть еды много, которые никак не используются. Все, что здесь. Все в порядке, вроде бы. Ресурсы. Давайте доберем еще этих юнитов. Лучницы в идеале, чтобы отряд чувствовал себя уверенно против обычных юнитов. Сильных вот таких вот, ну, точнее, не сильных, а обычных самых вот таких не сильно бегающих, не сильно убивающих. То оптимально, чтобы было учениц штук 20. Если у вас будет 20 учениц, то это просто потрясающе. Индастри. Мы можем построить вверху, вверху увеличивать доход ресурсов вокруг себя. У нас, к сожалению, пока что очень мало дохода ресурсов вокруг, но. Видите, вот здесь вот добыча просто шикарная. То есть, если вот построить его здесь, то мы колоссально себя бустанем. Поэтому я считаю, что, чтобы избежать вот этой точки обороны, которая очень неблагоприятна, мы пойдем строиться дальше. А именно закроемся вот здесь, легенькой защитой. И вот здесь построим широкую стену, которая позволит нам, по крайней мере, позволит нам обороняться. Вот так вот поставим. Здесь вот так вот. Эта учница у нас будет оборонять это строение здесь. Это вот это здесь. Наш отряд, суперотряд, будет воевать. Проверим, что здесь. Возможно, можно будет закрыть. Даже интереснее как-то. Эту сторону пока не трогаем. Здесь у нас все, на самом деле, пока что будет защищаться, обороняться. Как-то вот так вот, наверное. Да, на самом деле, поставим здесь для баллисты. Я на самом деле вот эту стену, я тоже баллисту не хочу ставить. Лучше пусть там очень состоит. Потому что баллиста может не видеть просто. Баллисты здесь имеют свойство такое. Они игнорируют просто все, что это видит. Даже если он находится в метре. Если как-то не совсем корректно стоит угол обзора. Давайте, а что это было? Это зомби был? Там что-то проход есть? Моя любимая часть. Так, стоп. Едем, надо проверить. Да, он там есть. Просто с этой стороны смотреть, кажется, что там ничего нет. На самом деле есть. Так, теперь смотрим. Пробуем еще раз. Еще есть. Супер. Ставим, наверное, вот здесь вот. Ставим параллельно здесь охотника. Для еды. Так. И строимся дальше. Строимся мы дальше вот сюда. И дальше вот так пойдем по кругу. О, здесь, кстати, все очень даже интересно обрисовывается. Очень интересно. Если здесь нет прохода, то это вообще потрясающе. Конечно, слишком будет хорошо, наверное. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, скажем так. Да, это так и есть. Это, к сожалению, не правда. Ну, это значит, что можно здесь разделяться. Два направления. Добираем еще луч из наш отряд. Здесь обстреливаем. Так, здесь все хорошо. Так. Здесь давайте строить сразу стеночку. Такую вот обильную. Позиция уедимая. И... Так, тут пулеметчик пошел в дело. Пулеметчики, они очень шумные. Это их минус. В то же время, по качеству битвы, они, конечно, дадут форму любой лучнице. Так, здесь, наверное, для начала нам сгодится вот такие две лучницы, которые будут патрулировать по максимуму всю территорию. Там дальше будем разбираться. Только давайте так. Вот это бежит сюда. Так, что здесь? Здесь зомби ломает. Солдата 120 жизней, и ее оборона хорошая, поэтому он может выдержать даже вот такое. Ой, игорь, и там... Там много зомби. Так, давайте вот здесь построим. Вот так вот построимся, наверное. Да, как-то вот так вот. Так, здесь, смотрю, массовая битва. Я понял, там уже юнит достаточно крепкий, и на самом деле нам их убивать нет никакого резона. Так, ты, лучница, уже определилась, что ты обороняешь всю эту стену пока. Так, ты здесь? Вы все-таки здесь пока, постойте, я одну минутку. Пока мы здесь доведем оборону до ума. Они прошли. Ну как, там же не видно. А, понятно. Ну это бывает такая штука. Моя любимая часть этой игры. Потому что какую-то сторону, которую ты даже можешь не видеть, зомби могут пробежать под стеночкой, чувствовать себя потрясающе. Здесь еще, видите, такая, на первый взгляд, хорошая карта, но есть у нее и минусы. Мы, кстати, их выбьем, и все будет хорошо. Поднимаем превентивные меры, которые позволят им не разбежаться по всей карте. Давайте, давайте, лучники, ну. У нас центральная база крепкая, она выдержит удары трех зомби. То есть это не проблема. Но то, что, конечно, так получилось, это очень большой фейл. Это очень большой фейл. Я прошу прощения, это реально была большая ошибка. Так, вторая учница. Бежит сейчас. Вследствие того, что я немножко пожадничал, хотел очень много занять сразу же. Зато вы увидели, как делать не нужно вначале. То есть не нужно вот эти вот стеночки. И тут просто, насколько я понимаю, тут нельзя менять обзор. И некоторые углы плохо просматриваются. Просто-напросто не было возможности это все увидеть вовремя. Точнее, была, но просто я невнимательно сыграл. Так. Тут хорошо. Сейчас строим еще одну. Конструкцию вот здесь. Вот так вот. Одну учницу отправляем, чтобы она не дала ее вас ломать. Мы сразу же достаточно широким кругом берем базу. Чтобы можно было строить хорошее строение и важное. Так, я что-то с этими боями сын забил про базу. Это, конечно, тоже неправильно. Строим сразу же stone workshop. Вот они на не самом важном месте. И, собственно, строим домики. Точнее, сейчас нужно очень скоро построить вейерхаус. Для этого нужно добраться до этой точки. Поэтому пока что давайте вот здесь поставим ворота. Еще будем расширяться. Поставим забор. Поставим сразу же баллисту. Здесь только разведаем можно. Дальше еще есть проход. Маленький. Если маленький есть проход там, то можно и воспользоваться этим. Так, давайте ставить энергию везде. Мне нравится по стенам ставить, потому что они там... Эта локация не сильно важная. Вот здесь, конечно, важная локация. Ну, давайте поставим еще одну добычу где-то вот здесь, наверное. Кюри нужен. Так, здесь мы оставим где-то вот здесь. Так, Ухинца помогает своей подруге, которая, по идее, встревет. Так, эти суммы отбили. Здесь можно смещаться. Здесь строим еще. Вот такую штуку. Так, хорошо, у нас не хватает работников. Мы перешли в следующую эпоху. Еще переходим. Здесь мы изучаем снайперов, пригодятся. А здесь строимся дальше. Да, именно вот здесь вот. Как-то вот так вот нужно поставить. Достаете, лучностей немножко не хватает, потому что... Ну и плюс я несколько там зафейлил с этим. Так, несколько зафейлил с несколькими клеточками и получилось, что я потерял больше, чем надо в нужный момент. Видите, мой суперотряд, на самом деле, находится? Здесь пока, да? Здесь сейчас строим стеночку. Строим здесь оборону, чтобы она просто отбивала любые нападения. И все, перемещаемся сюда. И сейчас уже здесь будем укрепляться. Мы сразу же бронируем из-за собой достаточно немаленькую территорию. Это может нам быстро, оперативно. Так, у нас есть уже ресурсы, судя по всему. Нет, нету. В Stone Workshop изучаем сразу же Stone House. Stone House это дом еще более улучшенный, который даст еще больше ресурсов. Даст нам больше профита. Так, у нас кончается еда. Еду мы получаем с ферм, которую сейчас построим. Так, здесь войско добралось до точки. О, а здесь вот что оказывается еще. Так, домики строятся. Давайте посмотрим, что здесь дальше. Может, там еще более узкий проход? Я, судя по всему, нет. Давайте отправим этого сюда. И ставим дух учениц, чтобы они оборонялись. Эти бойцы пойдут сюда. Так, вот здесь хорошая точка для обороны. Строим дальше. Строение вот следующим образом. Так, тут нужно всех выбить. У нас сразу же будет большой кусок карты, который позволит нам добывать ресурсы очень динамично, быстро и приятно. Так, там оборона активная, здесь оборона активная. Так, строим еще одну штуку. И там еще одна, и мы сможем уже достроиться до конца. Здесь строим агрессивную, и таким образом, сейчас мы застроимся полностью уже, и можно будет пока закончить расстройку базы. Так, 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 так. Еды не хватает, еда, еда, еда. Вот сколько хорошей точки для еды. 42, вот здесь тоже более-менее должно быть. Вот здесь застроимся. Давайте вот здесь сразу же. Хватает золота немножко. Сейчас еще два поставим. Вот здесь поставим. И вот здесь. Давай же, золотишко, капай. Капнуло, капнуло. Все. Все отлично. Здесь теперь можно вот это золото, что у нас есть, построить многополучно стеночку. И пока отойти. Так, кстати, нужно учесть, что мы там лучницу сняли одну. С обороны этих стен. Пока что мы не строим боевых строений. Поэтому пока сделаем и так. Там надо строить еще одну ячейку. Здесь лучница будет патрулировать. Здесь мы достраиваем еще одну ячейку. Две даже. Так, и здесь надо построить стену. Максимально узкую. То есть вот здесь. Как раз вот по ресурсам. Так, все, одна лучница справится. Стена стоит. Все, бегает. Эта лучница бегает. Эта бежит к армии. Здесь вставляем еще одну лучницу. И это войско у нас идет разведка, изучать карту дальше. Так, у нас ресурсы капают. Давайте улучшать наши домики. Еды не хватает. Еду мы будем добывать. У нас достроилась уже, да? Ферма там еще одна какая-то. Я строил где-то здесь. Здесь, здесь, здесь. А, на самом деле здесь будем сейчас захватывать территорию. Все, отлично. Мы заняли уже большую часть карты. Можно будет построить скоро по баллисте на каждое направление. Тем самым наши лучники освободятся. И сейчас я думаю, что одним из... Так, ага, у нас... Я понял. Часть лучников в красном точке были, которые задействованы в этой операции. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Там ок. Тут ок. Мне эти две участия не нужны. Тоже сюда идут. Ты вот здесь патрулировать. Ты патрулируй вот здесь. А ты вот здесь. Все. Мы наводили все. Теперь давайте посмотрим по ресурсам, что. Домики, домики, домики. Еда здесь. Еда здесь. Шерсер два. Здесь надо найти самое подородное место. 50. А пока хватит. Теперь энергия нужна. Так, на маркете можно, на самом деле, пока продать камень. Осово много, пока он не сильно используется. Да и дерево немножко. На эти вырученные деньги банк нужно будет прокачать. Вот он банк. Один банк нам даст очень хороший доход. Вот так вот сделаем. Такой банк. Чик. Теперь давайте усилим добычу, потому что у нас очень много источников, но мы не используем пока что никакие. Так, вот теперь наш это контроладин. Давайте сходим вниз, посмотрим, что там дальше находится. Потом вправо сходим направо. Не сильно рассчитываю на самом деле. Близко конец карты, и скорее всего там ничего интересного нет. Так, у нас ИСТ. ИСТ, скорее всего, будет здесь. Я подозреваю. Поэтому принимаем оборону. Бланк уже изучается. Скоро построим его. Для начала нужно усилить добычу. Для усиления добычи не хватает источников энергии. Мы их располагаем, как вы помните, в любых местах, кроме полезных. Самое, здесь можно будет бариста поставить, которая будет обронять хорошо очень стену. Ага, две зомби пошли сюда вот. Ну, в таком случае не лишним будет укрепить стену немножко. Давайте еще поставим энергию где-нибудь. Вот здесь можно. Там, зеленая зона. Давайте вот здесь. Хотя бы еще его впихнуть. Вот здесь можно. Так, хорошо. Юнити уже на бару не стоит. Теперь можно, на самом деле, еще подушать домиков. И готовиться строить банк. Да, у нас скоро будет хватать на банк, но единственное, что для банка нам необходимо много камня. Камень нужно добыть. А это куда быстрее будет, если поставить здесь вот пару точек. Защитились хорошо. Так, давайте добавить ресурсов. Четыре. Четыре, 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 три, четыре. Шесть. Получается, выгоним будет делать пять-пять, наверное. Хотя вот здесь можно тоже поставить. Получается, здесь будет. Здесь тоже. О, нет. Давайте вот так поставим, наверное. Да, вот здесь поставим. И вот здесь поставим. Обуча получится максимальный. Так же давайте сейчас грамотно расставим. Я паузу не так часто использую, чтобы игра была куда более динамичной. Но парадически лучше поставить, чтобы поставить вот такие вот штуки. Такие вот стрельницы. Оставить по карте. А, все, золото кончилось. Все, банк строим. Строим банк. Камня немножко не хватает, но мы сейчас добудем очень быстро. И буквально через вот небольшое промежуток времени уже сможем заняться этим вопросом. Так, здесь все хорошо. Пока защищается, защищается, защищается. Все, достраиваться здесь. Ставим еще одну добычу камня. Здесь должно быть еще много камня, потому что она захватывает сразу же. 4, 4, 4, 5. Хотя вот так вот еще 5 поставим. Домик охотника поставим. Вот здесь вот. Так что можно вот здесь 15. Хорошо. 16. Хорошо. Нет, здесь еще так. Так, ребята, я немножко отходил, поэтому подрядовал видео. Мы, нам хватило ресурсов на постройку банка. Собственно, мы захватили достаточно большие территории. И все очень даже хорошо начинается. 20-30 в строй день. За ближайшие дней 30-40 мы сможем укрепиться хорошенько, поставить добычу ресурсов повсюду, потому что, видите, у нас очень много хороших источников. Поставим здесь еще в airhouse, что еще увеличит доход от разных этих добыч металла и так далее. Поэтому все хорошо начинается. Всем спасибо за внимание. В следующем видео увидимся.